Всем привет! С вами Александр Усольцев и сегодня мы прогуляемся по одной из самых известных гостиниц не только Москвы, но и всей России. Гостиница «Метрополь». Одной из самых шикарных гостиниц столицы и одной из самых шикарных гостиниц мира в целом. Здание «Метрополия» и в наше время мало кого оставляет равнодушным. А представьте, как оно поражало всех в начале 20 века. Открылась гостиница к 1905 году на месте старых челышевских бань. Здесь в свое время даже еще в начале 19 века протекала неглинная и места были не совсем красивыми, с какими-то пригорочками, грязью. Но к началу 20 века здесь неглинная уже почти 100 лет как нет и Савва Мамонтов решает построить здесь даже не гостиницу, а еще театральное здание. О том, что здание изначально строилось прежде всего как, ну сейчас бы мы сказали, большой развлекательный комплекс. Нам говорит и огромный купол, и помещение, в котором сейчас располагается ресторан. Но это я забегаю вперед. Но Савва Мамонтов разорился, и здание достраивали уже другие люди, и открылось оно в конце концов как одна из самых красивых гостиниц Москвы и всей России в новом тогда стиле модерн. О старой истории и о том, что место долгое время было пустым, нам напоминает как раз фрагмент старинной стены. Стена эта окружала весь район Китай-города, и перед стеной логично было пустое место для обороны. Стена Китай-города 20 век не пережила, в сталинское время ее почти полностью снесли, но вот единственный именно исторический участок ее сохранился здесь за гостиницей Метрополь. Сейчас здесь выгрузка-разгрузка, здесь какие-то хозяйственные задворки Метрополя, но тем не менее это место общедоступно, открыто, и очень рекомендую по нему прогуляться. Но давайте уже пройдем внутрь, потому что интерьеры гостиницы зачастую поражают еще больше, чем ее экстерьер. И вот что нас встречает сразу же при входе в гостиницу? Это, конечно же, античное величие. Большие колонны, камень на стенах, и то, что многие воспринимают как статуи собачек, на самом деле есть не что иное, как статуи, представляющие собой римских волчиц. То есть римская волчица, старый античный символ, волчица, вскормившая основателей Первого Рима, сделаны они из уральского змеевика, и здесь встречают посетителей с 1905 года. А с другой стороны, большое лепное панно над входом нам сообщает, что эпоха совсем другая. Женщина держит колосья, то есть сельское хозяйство это то, на чем зарабатывали огромные капиталы в конце 19-го и начале 20-го века. А мужчина, с другой стороны, держит в одной руке молот, как символ промышленности, но в другой руке он держит паровоз. То есть что самое-самое-самое современное на пике технологии тогда было? Паровые машины и огромные паровозы, которые сделали тогда огромную Российскую империю, немножечко меньше и немножечко ближе города к друг другу. Путешествовать стало гораздо быстрее, и скорости по тем временам были просто немыслимые. Представьте, что из Москвы в Петербург можно было за сутки теперь доехать. То есть просто, ну как бы сейчас сказали, космические скорости. То, что нами сейчас однозначно воспринимается как старинное, в начале 20-го века воспринималось как удивительное сочетание старого и нового. С одной стороны колонны, а с другой стороны мы поднимаемся по лестнице и видим, во-первых, лифт с модерновыми вставками, тогда просто чудо техники. И, конечно же, панно, также витражи, которые нам рассказывают о том, что совершенно другая эпоха модерна уже совсем-совсем наступила. Когда проходишь по историческим коридорам гостиницы, прежде всего обращаешь внимание, что то, что выглядит как суперсовременный отель начала 20-го века в модном стиле модерна, внутри все-таки это классика и стремление к традициям. Отдельно среди исторических коридоров поражают большие световые колодцы. Это огромные перекрытия начала 20-го века, которые были сделаны в те времена, когда электричество было совсем еще дорогим, и важно было, чтобы максимальное количество дневного света проходило сквозь матовые стекла под крышей. Интересная деталь. Классические колонны здесь дополняются оградами в стиле модерн. То есть с одной стороны опять у нас классика, а с другой стороны видно, что уже 20-й век и его стилистика берет свое. Метрополь был построен на стыке веков и на стыке совершенно различных эпох. И это все отражается и во внутренних интерьерах. Так, например, если снаружи мы видим стиль модерн, тогда супер популярный стиль, который абсолютно был тогда, судя даже по названию, современным искусством, то внутри у нас все тяготеет даже к классической традиции, но с некоторыми новыми элементами. Так, например, на третьем этаже есть гарнитур, который еще сохранился здесь с того самого времени, когда гостиница начинала работать. И этот гарнитур с одной стороны представлен в зале с классическими колоннами, но при этом здесь и растительные мотивы, как было популярно к началу 20-го века в архитектуре модерна, и сам гарнитур. С одной стороны, вроде как бы это такая тяжеловесная классика, но при этом вместо, например, классических львов там лебеди, которые фактически начали появляться в архитектуре только в начале 20-го столетия, когда у нас искали свою национальную идентичность и свой национальный стиль. Но еще помимо этого гарнитур сделан из карельской березы, а это тоже не характерный материал, например, для любой европейской мебели. Такой материал, который с интересными прожилками. Карельская береза, которая, как вы понимаете, из названия произрастает в Карелии, была открыта, можно сказать, в 19-м веке, и к началу 20-го века стала безумно популярной для изготовления мебели именно в России. Если снаружи в архитектурном оформлении гостиница «Метрополь» преобладает стиль модерн, современный стиль тогда, то внутри гостиница абсолютно эклектична. Так, например, Сергей Чихонин, знаменитый художник начала 20-го века, оформил здесь боярский зал. И действительно, получилось как будто бы русская палата. С помпезными порталами, с большими сводами. И даже эхо, которое здесь раздается, напоминает нам о том, какие люди здесь когда-то выступали, говоря в полголоса, может быть, были слышны всем присутствующим. Боярский зал – это дань той самой русской традиции, популярной во времена правления Николая II, когда и ГУМ на Красной площади у нас, и многочисленные здания в русском стиле. Что самое удивительное, после революции многие детали интерьера, к сожалению, были утрачены, потому что здесь было общежитие на 70 коек. Вот просто представьте себе, огромный зал просто был заставлен спальными местами. Все эти интерьеры и, собственно, шикарное оформление зала восстановили в ходе реставрации 80-х годов. Также у нас и в номерах метрополя часть номеров исторические. Там и антикварная мебель, которая либо начала 20-го, либо вообще конца 19-го века. Многие образцы этой мебели даже не атрибутированы. Они в свое время пришли в советские годы в эту гостиницу, которая и тогда была очень фешенебельной, и останавливались здесь в основном различные иностранцы. Ну и, соответственно, картины, которые мы видим в номерах, часть – это копии, а часть – советские художники, либо даже оригиналы дореволюционные. Многие вещи, которые расположены в исторических номерах, они являются официальным антиквариатом. В метрополе есть отдельная должность и историка, и много вещей они являются предметом охраны. Поэтому, останавливаясь в исторических номерах, многие посетители несут ответственность. Есть и современные номера, которые уже оборудованы, ну, как исторические номера по последнему слову техники, но уже не играют вот в эту псевдоисторичность, а уже просто являются комфортными номерами. Больше всего в гостинице «Метрополия», конечно же, поражает огромный зал под куполом, в котором проходят завтраки и где проходят различные мероприятия. И этот зал нам как раз напоминает о том, что когда-то Саввы Мамонтовым, еще в 1899 году, это здание замысливалось как театральное. Здесь должен был быть большой зрительный зал, но поскольку Савву Мамонтова отстранили от строительства нового здания, то новые, сейчас бы сказали, инвесторы решили превратить его в гостиницу полностью. Но при этом привлекли к созданию инженерных конструкций прославленного инженера Шухова, который сделал сложнейшую конструкцию, представляющую на самом деле даже не один купол, а три купола. Первый купол защищает от осадков, на нем с него скатывается снег, он более такой крутой. Второй купол это промежуточный купол, который рассеивает свет, а третий купол уже украшен красивыми витражами и рассказывает нам о том, что это новая эпоха, эпоха больших денег и богатства, поэтому обязательными атрибутами на этом куполе являются грифоны. Грифонов очень много в Москве, грифоны устилают, по легенде, свои гнезда золотом, и эти грифоны представлены и здесь, над большим залом. В этом же зале очень неплохая акустика, не зря он планировался как театральный, поэтому можно только представить, как здесь не раз раздавался громогласный бас Шаляпина. Ну а на этом все, с вами был Александр Сольцев, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok